МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». Фракция партии социалистов в Кишиневском муниципальном совете предложит передать в общественное достояние все земельные участки муниципальной собственности до утверждения генерального градостроительного плана. То, что находится в общественном достоянии, больше не подходит для строительства, заявил на пресс-конференции лидер фракции партии социалистов Иоанн Чабан. Насколько юридически это возможно? И как сами кишиневцы готовы к таким переменам? Поговорим с гостями программы. У нас в студии юрист Фадей Нагачевский, гражданский активист Виталий Возной. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер! Итак, было озвучено такое предложение относительно того, что мы же прекрасно понимаем, какой идет передел наших сред обитания, именно земельных участков в главном городе страны. и предложение о том, чтобы хоть таким образом пересмотреть, остановить вот это беспредельное разворовывание территории, вот этим предложением. Если, возможно, прокомментируете и с юридической точки зрения, насколько это было бы и обосновано, и реализуемо, и с точки зрения гражданских активистов, насколько Кишиневым это было бы полезно. Фадей, давайте начнем. Да, значит, я заметил, что сегодня на пресс-конференции Иван Чабан, председатель фракции партии социалистов, предоставил проект решения, на основании которого он предлагает, чтобы вся земельная собственность муниципия Кишинев была переведена с приватной собственности в публичную собственность, для того, чтобы было ясно телезрителям. Значит, у муниципия Кишинев есть много-много-много собственности. И она делится на два разных вида. Есть собственность дедоменю приват, или частная собственность, но она тоже муниципию принадлежит. И публичная собственность, она тоже муниципию принадлежит. Разница между этими двумя видами собственности является в том, что публичная собственность, по-молдавски будет дедоменю публик, Ее нельзя приватизировать, ее нельзя передавать собственность через разные схемы. А вот приватная собственность, ее можно приватизировать. Вот на основании вот этой приватной собственности, в принципе, и работают схемы на территории муниципия Кишинев. Именно эти земельные участки теряют в муниципе Кишинев. Значит, до сегодняшнего дня мы знаем, что у нас нет градостроительного плана актуализировано. И в таком случае Иван Чабан, в принципе, вышел с довольно-таки резонабельным предложением. И он предложил, чтобы вся собственность, вся земельная собственность до момента, как будет актуализирован градостроительный план, чтобы вся эта собственность была переведена в публичную собственность. Это означает, что в таком случае любые земельные участки, которые будут в публичной собственности, либо любые земельные участки есть в муниципе Кишинев, они не могут быть приватизированы. И на них уже строение, в принципе, невозможно делать. Даже потому что проблема у нас, в принципе, состоит на будущее решить проблему и на прошлое. Потому что, как я понял, есть вопросы насчет того, что в последние пару месяцев вице-примарии выдавали какие-то авторизации на строительство, которые опротестовываются, в принципе, гражданским обществом и новым примарем, генеральным примарем. В принципе, таким проектом решения, то решаются проблемы и на будущее, потому что любые авторизации на строительство будут запрещены выдавать, потому что это является публичным собственностью, но и на прошлое, потому что в случае, если констатируется, что есть какие-то авторизации, которые выданы на земельные участки, которые установлены консилиумом, советом, что они являются публичной собственностью, то эти градостроительные сертификаты и авторизации на строительство у примара будут все инструменты для аннулирования таких авторизаций. Более того, как я заметил, Иван Чабан не пошел на вынесение какого-то популистического решения, потому что он предложил и второе решение. Второе решение для регламентации проблемных ситуаций, которые могут появиться на будущее. Скажем, если переводится вся приватная собственность в публичную собственность, я имею в виду муниципия Кишино, господа слушатели, именно муниципия Кишино, земельные участки, мы не влезаем, либо муниципия, Иван Чабан не влезает в собственность людей, которые уже принадлежат в собственность, а именно земельные участки, которые принадлежат муниципию Кишино. И это важно понять. Он предлагает, что в случае, если установится, что есть люди, которые агенты, экономические агенты, у которых есть уже строение на основании градостроительного сертификата и авторизации, строение где-то 50, 70, 30 процентов, и они придут и скажут, слушайте, вы не просто землю мне отобрали, в принципе, но вы какие-то инвестиции. В таком случае он вынес на предложение и вынесет завтра на предложение в муниципальном совете для рассмотрения. И второй проект решения, где установлено, что каждый случай отдельный будет рассматриваться генпримарем вместе с экономическим агентом. И в случае, если генпримарь установит, что там есть какие-то нарушения, на самом деле нужно вывести этот земельный участок из публичной собственности в приватную собственность, потому что нарушаются какие-то права собственности уже экономических агентов, то тогда примарь готовит проект решения и выносит на рассмотрение муниципального совета для регламентации ситуации индивидуального экономического агента. В принципе, такие проекты решения для меня, они не то, что популистические, они являются драконическими, в проекте драконичь, по-моему. Потому что сейчас мы, Иван Чабан, в принципе, растревожил все осиное гнездо на территории муниципального пеки. Я понимаю, что этой ночью многие не будут спать спокойно, многие будут думать, что будет происходить завтра в муниципальном совете, потому что эта ситуация довольно-таки серьезная и бьет по интересам экономических агентов, и я не исключаю, что даже каких-то публичных факторов из примарии муниципия Кишинел. Вот заранее прошу меня извинить за следующий вопрос, покажется наверняка вопросом, продиктованным тем, что я не настолько сведущ в юридических вопросах, как, например, вы. Не означает ли это, что предлагается национализация муниципальной земли? Не может быть идти речь о национализации, потому что эта земля и так принадлежит муниципию Кишинел. Они просто меняют ее принадлежность, не принадлежность, как будет, дестинация по-русски. Значение. Ее назначение. То есть управление переходит полностью муниципалитет. Оно переводится из приватного назначения в публичное назначение, но это одно и то же собственность, один и то же собственник муниципии Кишинел. Для того, чтобы мы разговаривали о национализации, должен быть человек, который имеет собственность, и муниципий Кишинел национализирует его собственность. В данном случае не идет речь о национализации, а просто о смене назначения данной земли, которая принадлежит тоже муниципию Кишинел. И этими земельными участками может распорягаться тоже муниципальный совет, который решает, что является публичным, который решает, что является приватным. Да, есть в законе установлены какие-то элементарные базовые назначения, установленные законодательно, скажем, для базаров, для парков, для дорог, которые установлены законом, что они являются публичной собственностью. Но муниципальный совет имеет право устанавливать, что является публичной собственностью и другие земельные участки, потому что он является собственностью, и только собственник имеет право решать, как располагаться ему своими земельными участками. И, в принципе, это не только законсервирует ситуацию, но и срегламентирует, и у примаря будет реальная возможность для того, чтобы оттолкнуть вот этих экономических агентов, которые, я не исключаю, что воспользовались ситуацией, что мы находились в период электоральный, и были вынесены какие-то авторизации, которые, в принципе, будут нарушать право собственности граждан муниципия Кишинева. В принципе, Иван Чабан этими проектами решает проблему граждан муниципия Кишинева. Я думаю, завтра в муниципальном совете будет очень и очень горячее заседание по этому вопросу. Виталий, вопрос вам. Стоит ли кишиневцам терять сон этой ночью в ожидании заседания муниципального совета? То есть, ну, я имею в виду простых кишиневцев. Кому вам кажется, следует этой ночью хорошо подумать о будущем? Мне кажется, в первую очередь, надо поздравить кишиневцев, потому что на повестку дня встал вопрос, который мы давно пытались донести и до кишиневцев, и до муниципальных советников, ну, и до депутатов. Очень важно, что две команды, первая, которая пришла, и та, которая уже существует, достаточно профессионально себя проявила, что они начинают между собой бороться в хорошем смысле этого слова. Бороться идеями, бороться предложениями. Я очень надеюсь, что появится и такое слово, как сотрудничество. Каждая из этих команд говорит о том, что она открыта к сотрудничеству с гражданским обществом. Более того, вот в тех предложениях Иона Чабана, помимо четырех озвученных, есть и пятая, относительно комиссии, да, или рабочей группы, в которой будут не самое плохое место иметь именно представителя гражданского общества. Собственно, я напоминаю, что гражданские активисты во время предвыборной кампании предложили подписать один документ, да, где одиннадцатым пунктом было как раз, значит, создание рабочей группы, который состоит из представителей гражданского общества, примарии, муниципального совета, и иногда к ним будут присоединяться застройщики и жители. Уже хорошо, что у нас появляется такой инструмент. Значит, то, что предложил Ион Чабан, это, конечно, революционная история, потому что мы предлагали в том же нашем соглашении, значит, сделать мораторий на любое высотное строительство, вообще любое капитальное строительство в городе Кишиневе, да, принятие градостроительного плана. И Ион Чабан сделал еще шаг или несколько шагов вперед, да, потому что, если в нашем предложении это всегда опасность, что нам нужно как-то ловить хвосты, и мы не раз это делали и с командой ПСРМ, и лично и с Фадеем Нагачевским, то сейчас эта проблема будет просто на корню вырублена, да, пока не появится действительно новый генеральный план. Значит, но не все так просто. Мы понимаем, что слово «строительная мафия» или словосочетание, это не призрачная какая-то материя. Не просто метафора, да. Это вполне себе сформированное сообщество людей, в которое входят и как застройщики, так и инспекторы из инспекции по строительству, так и прокуроры. Ну, в общем, все, что мы называем системой. И поэтому, конечно, у них сегодня будет, наверное, неспокойный день, вот. Но мы должны помнить, что за эти полгода, пока была Сильвия Раду, пока был и Руслан Кадриану, ну, а самое главное, Нистор Грозаву, было вынесено 17 так называемых пузов, да, или зональных планов. И фактически все они проходили так называемые публичные слушания. Вот, и сейчас они уже в повестке дня, да, то есть завтра они уже в повестке дня. Это означает много-много сюрпризов, да, для жителей. И кроме этого в повестке дня наши любимые земельные вопросы. Где-то продление аренды, где-то, значит, установление аренды, где-то приватизация. И каждый из этих вопросов, это фактически бомба замедленного действия. Как в этой ситуации нам нужно действовать? Я вот предложил, когда я встречался, недавно вот в примарии была встреча Андрея Анастасии Нистора Грозаву, после этого мы сказали свои несколько предложений. То есть, если сейчас команда как Андрея Анастасии, так и Иоанна Чебана не обратит внимание на три очень важных вопроса. Значит, первый вопрос, это работа дирекции юридической, потому что там, вы знаете, что очень большая проблема, да, с юристами, с их качеством. То есть, мы можем констатировать, что они не защитники интересов. Нет, они абсолютно не защитники, они скорее защищаются от гражданских активистов, как, например, в случае с Кауфландом, когда вот мы находимся в суде, и они нам противостоят и делают все, чтобы у нас не получалось. Окей, это их проблема, наверное, это их заказ. Второй пункт, это мораторий на строительство. И третий пункт, это вот та самая рабочая группа. Вот пока мы три этих вопроса не решим, чтобы мы знали, что у нас эти механизмы действуют, то, конечно, у нас большая головная боль для любого жителя Кишинева. Мне очень хочется, чтобы было принято предложение, которое сделал Иоанн Чебан. Я, правда, сейчас сомневаюсь еще в юридической стороне, потому что буквально после, через пять минут после того, как я сделал перепост у себя, сообщение Иоанна Чебана, значит, Александр Слуцарь написал несколько пунктов, ну, мы знаем, что он занимается непосредственно незаконным строительством, он сделал несколько комментариев. И я даже увидел комментарий Иоанна Чебана, когда он попросил Фадея Нагачевского как-то отзеркалить или отрефлексировать эти. Вот я бы хотел здесь уточнить, насколько эти комментарии имеют под собой юридическую основу, надо ли там как-то дорабатывать. А вы знакомы бы с... Да, 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 да. У меня была возможность... Есть такая возможность в прямом эфире это все озвучить. Да, на самом деле на Фейсбуке чуть-чуть почитавался вместе с Слуцарем, с господином Слуцарем. Первое, что я заметил, он, в принципе, ссылается на один закон, хотя у нас есть уже другой закон. В 2018 году Купри Верила Делимитария Проприотаций Публичи. Значит, он, во-первых, не читал тот, который нужен закон. Более того, он сказал, что список собственности, который может быть в публичной собственности в муниципе Кишино, он регламентирован только законом и установлено эксхаустивно, какое имущество может быть в публичной собственности. Но я переправил ему норму, где установлено, я вам прочитаю норму, для того, чтобы было ясно, как написано в законе. Имущество публичной сферы административно-территориальных единиц. К публичной сфере административно-территориальных единиц относится имущество публичной собственности, установленное настоящим законом, иных законодательных актов, а также другое имущество местного значения предназначено для общественного пользования или предоставляющей общественный интерес. Значит, он сказал, что в принципе статьи закон устанавливает эсхаустивно, какие имущества могут быть публичными. Но исходя из этого статьи, вы видите, что это являются те, которые установлены этим законом, другими законами, и которые представляют публичный интерес. Они не являются эсхаустивным. В принципе, что является публичным интересом, кроме того, что установлено в законе, устанавливает собственник, либо устанавливает муниципично. Это исходит из логики автономии. Автономии местной публичной администрации. Потому что он, исходя из того, что у него есть автономия, он устанавливает, что является интересом для своих жителей. И в принципе, позиция слусаря... Я не знаю, почему они боятся. В принципе, в таких проектах решения. Потому что я заметил, что все сейчас пытаются найти заковырки юридические какие-то. Почему? Я могу обещать. Подозревать, что социалисты преследуют какие-то узкопартийные интересы. Хотя они предлагают мораторий на будущую аренду. Но, в принципе, для того, чтобы не выдавать на будущую аренду, не нужен мораторий. В принципе, совет просто не должен голосовать. Это просто. Для этого нужно специальное решение. Из повестки дня вычеркиваются эти вопросы и все. Вот и все. Проблема в том, что они не контролируют советников, которые в совете. Конечно, они должны, наверное, чуть более настойчиво обращаться ко всем тем, кто их поддержал в электоральной кампании, что не голосуйте за такие, за такие, за такие проекты. И встречаться с ними и объяснять им очень популярно. Почему, зачем это нужно делать. Или не нужно делать. Значит, почему относительно документов и почему все так ищут подводные камни. Ну вот смотрите, решение, которое было выдано усилиями, в том числе команды Андрея Анастасии в понедельник. Значит, я уже сказал на одной из передач, что это решение по Гаудамусу будет наверняка на второй день обжаловано. Потому что там ни одного пункта мотивации не содержится. Там ссылка на то, что был некий митинг протеста и было обращение со стороны Андрея Анастасии. Окей, это в принципе неплохой факт, что на какое-то время удалось задержать. Но я вижу уже реакцию Фадея. И мы эту ситуацию не раз встречали, когда выдается такое решение, чтобы его было легко обжаловать. Так вот факт, который мы узнали в ходе той же передачи, что оно было обжаловано в первый же день. Что это означает, что юристам очень легко было найти зацепки. Потому что очень плохая мотивация этого решения. Его очень легко обжаловать. И, соответственно, это же будет делаться в каждом случае. И здесь, конечно, очень... Для меня это пока спорный вопрос относительно возврата, то есть перевода в другое назначение. Здесь, конечно, должны поработать юристы с одной и с другой стороны. При этом мы помним, чья это заслуга или чьи команды. Идея, по-моему, по крайней мере заслуживает очень хорошего внимательного рассмотрения. Потому что при ее наличии мы действительно на пару лет можем забыть о таких фактах незаконного строительства. Потому что воплощение генерального плана занимает минимум полтора года. То есть так, плюс-минус. Особенно если учесть, что сейчас обжалована транспортная стратегия. Ну, собственно, мы это и сделали. Из-за процедурных нарушений. То, соответственно, этот период будет еще больше оттянут. Нам сейчас нужно действительно садиться несколькими командами. Кто-то более опытный, кто-то менее опытный. У кого-то есть чуть больше информационных ресурсов, у кого-то меньше. Но в любом случае у этих двух команд есть поддержка людей. Это вот показали выборы, что на два лагеря разошлись. Значит, у нас есть замечательный один вопрос. У нас есть срочные вопросы, которые нужно решать. Это и Гаудамус, это и республиканский стадион, который сейчас непонятно, кому относится. И нужно в любом случае какой-то нормальный публичный диалог. Это, конечно, и порадовавшие нас сейчас Гугуцы. Это и ДК профсоюзов. Это и все эти Кауфонты, Оазисы. В общем, можно перечислять еще полпередач. Поэтому нужно как можно быстрее садиться, обсуждать эти вопросы. И находить точки взаимодействия. Ну, раз затронули тему Гаудамус или что-то хотите добавить? Да, я хочу все равно маленькую, не то чтобы реплику, но объяснить разницу между тем, что говорит Виталий. То, что он, в принципе, закинул все в одну кучу. Это, по-моему, я юридически объясню, почему. Гаудамус, там есть собственник, юридическое лицо, это не государство. И в данном случае, если аннулируешь какие-то авторизации, то ты нарушаешь право собственности собственника данного земельного ученника. И вступаешь в конфликт уже с другими юридическими нормами. Тут уже совсем другие формулы. Нужно совсем по-другому реагировать, когда ты влезаешь в право собственности человека, либо экономического агента. А когда ты регламентируешь, как использовать твою собственность, то это твое право. И, в принципе, в муниципе Кишино в данном случае, он просто регламентирует, как будет использовать свою собственность. По поводу Гугуцы, по поводу Гаудамуса. У Гаудамуса тут все ситуации разные. Гаудамус, там фирма является собственником и строения, и земельного участка. А Гугуцы, фирма является собственником строения, на данный момент не является собственником земельного участка. Вот вопрос у меня появляется. В случае, если переводятся земельные участки все с приватной, в публичное администрирование, в данном случае, как будет возможно построить вместо Гугуцы строение на 17 этажей? Хотя там есть много-много вопросов, потому что на данный момент регламентированный код этого строения, это, как я понял, С3. И в судебном процессе они претендовали, что там С5. В принципе, на счет Р нет никакого решения. Пока еще не ясно. Тут, по-моему, есть много-много спекуляций в прессе. Более того, по поводу земельного участка, они, как я понял, судятся, потому что в 2013 году вот этот земельный участок из-под Гугуцы, он был включен в зону парка. И они протестовали этот проект решения Совета. В суд, как я понял, я не знаю, чем закончился этот суд. Но, в принципе, сейчас еще раз, если ты вынесешь и скажешь, что это земельный участок является публичной собственностью, там строить, в принципе, невозможно будет. Там нужно будет консервировать вот это строение, которое есть. По поводу Гаудиамуса. По поводу Гаудиамуса ситуация вообще интересная. В Гаудиамусе оно началось, на самом деле, в 2004 году. В 2011 они приватизировали земельный участок. Они получили проекты строения на высотки, но обратились в Минкульт, потому что там рядом есть Монумент культуры. Они обратились в Минкульт для того, чтобы наладить, завизировать вот этот проект. Минкульт отказал им. И они протестовали в судах отказ Минкульта. И в 2017 марте они проиграли в высшей судебной палате, где высшая судебная палата сказала, что, в принципе, там высотки нельзя строить, потому что это поменяет... Это будет нарушать, как оно, археологическую... Городскую ландшафт. Городской ландшафт. Городской ландшафт, потому что там есть Минкульт культуры, и вы находитесь в зоне защиты вот этого Минкульт культуры, и вот 17-этажные дома там невозможно строить. И там есть решение определения высшей судебной палаты против Минкульта. И для меня вопрос возникает, почему в марте 2018 года была вынесена авторизация на снос вот этого строительного... Когда есть решение высшей судебной палаты. Когда есть решение высшей судебной палаты. И, как я понимаю, они попросили право на снос для того, чтобы построить высотки. У меня вопрос. Либо они получили право на то, чтобы строить высотки от Министерства культуры, либо тут какой-то беспредел есть. Потому что, в принципе, у Грозавы, как я понимаю, были возможности отказать, выдать авторизацию на снос. Потому что, в принципе, снос должен быть сделан для чего-то, которое является незаконным. А именно строение высоток на 17 этажей. Поэтому тут очень много нетранспоредов. Юридически кто-то должен потребовать соблюдение законности. Станислав, я сейчас объясню, почему я, собственно, все закинул в одну корзинку. Потому что я сейчас вижу так ситуацию. Есть команда, которая, с моей точки зрения, абсолютно профессиональная. И как специалисты, так и юристы. Я говорю о команде ПСРМ, которая давно работает с этим вопросом, с незаконным строительством. Еще с 2013 года мы вместе с Ионом Чабаном и командой, с любимым городом, снимали вопрос по мансардам. Есть команда, которая новая, горячая, которая, если по-народному топчет копытом, ну и, в общем, она чувствует, что эта тема интересна людям. И есть некая команда гражданских активистов, которая тоже занималась этим вопросом, у которой есть определенный профессиональный подход, потому что мы предлагали несколько схем или несколько технологий, которые могут быть предложены жителям, могут быть предложены партийным командам. То есть, чтобы изначально стало понятно, как вообще работать с вопросом. Потому что то, что говорит Фадей, это очень профессионально, но это не всегда понятно людям. То есть, людям надо доносить... Мы всегда, кстати, делаем такую историю, что мы делаем очень подробную историю со всеми ссылками на документы, и мы делаем понятную, короткую историю, больше для журналистов и для жителей. Вот мы больше себя видим в этой нише. Ну и вторая наша роль в этой нише по незаконному строительству, ну, помимо участия в протестах, это все понятно, это возможность сейчас какого-то примирения команд или возможности взаимодействия через эту рабочую группу. Потому что мы понимаем, что есть много моментов недоверия, много моментов несогласия личных, потому что наговорили много в предвыборной кампании. Но также мы понимаем, что этот вопрос нельзя решить сейчас в одиночку. Хотя бы потому, что если ты начнешь решать этот вопрос в одиночку, то второй может всегда то, что называется красивым словом хайпануть на этой теме. Сказать, вы делаете не так, вы делаете, ну, а так как электорат не совсем научен всем этим термином, всем техническим вопросом. То есть будет голосовать эмоционально. Да, будет голосовать эмоционально. И в Фейсбуке видно, что много очень набросов, которые не нужны. Нужно принять для себя, что нужно уметь обсуждать эти вопросы, нужно проговаривать их для своих людей. Нужно стараться делать какие-то стратегические решения, типа того, что предложил Иван. И план урбанистик-дженерал, это должно быть одним из таких генеральных решений. Если этого не будет, то мы фактически остаемся опять в зоне вот этих набрасываний. А мы понимаем, что в хорошей неэмоциональной зоне мы можем быть еще максимум месяца два, чтобы наладить эти инструменты сотрудничества. Дальше новая кампания, где 11 мандатов выбирается, и каждый опять будет стараться показать себя. И дальше вторая предвыборная кампания 2019 года. Я понимаю, о чем вы говорите, но я хочу напомнить зрителям, и вот нам всем сидящим здесь, что сразу после оглашения результатов местных выборов в муниципе, Иоанн Чабан выступил с заявлением, он поздравил Андрея Настасьевна с победой, и сказал, что да, ждем теперь каждое утро вас в муниципе, для того, чтобы вместе работать на благо кишиневцев. Как бы это можно сказать приглашением, дружбой станет, не дружбой, это уже меньше всего интересует, мне кажется, кишиневцев. Их интересуют факты. Сегодня, что мы видим, например, в частности, на месте Гаудиамуса? Мы видим забор, полуснесенное здание, и зависший вопрос, а что же дальше делать? Ведь смотрите, нарушен постановление высшей следовой палаты, здесь нельзя строить высотку. Тут же перед нами есть документ, подписанный вице-примаром, о том, что ладно, сносите, стройте. Мы видим возмущение людей, для которых Гаудиамус, ну это может быть символ определенной культуры, определенного участка истории нашей с вами общей. И сегодня на пресс-конференции Иоанн Чабана прозвучало, он коснулся темы Гаудиамуса, было сказано, что по его мнению, надо провести переговоры с собственником, который, видимо, не получил прибыли от того, что он владел этим Гаудиамусом. Понятно, что, возможно, проигнорировал предложение, почему бы не вернуть обратно в сферу публичной собственности и заняться чем-то иным, получить обратно свои инвестиции, получить, может быть, другой земельный участок и построить что-то иное. Потому что те, кто в теме, они знают, что если вернуть ему по той цене, по которой он приватизировал, то ему не достанется даже на то, чтобы там разобраться или вернуть себе эти взятки. Потому что там цена первоначальная, если я не ошибаюсь, была 650 тысяч, и он владел тогда 52%. Я вот сейчас нахожусь в зоне очень рискованной, потому что я не знаю точно всех фактов. На самом деле еще в 2016 году у нас была попытка создания такой рабочей группы, в которой были бы и гражданские активисты. И тогда я публично вышел и сказал, я выхожу из этой группы, или точнее даже не вхожу в нее, потому что меня не устраивает сам формат обсуждения. Должны быть открытые документы. Вот то, что сделал, кстати, сегодня Стас Вартанян. Должны быть понятные регламенты сотрудничества. Это сложная вещь, потому что, я опять же говорю, недоверие существует с двух сторон. Но если мы не сумеем добиться этого, то каждый новый случай мы будем воспринимать как что-то невероятное. Должен быть просто налаженный механизм. У нас, кстати, он был, этот механизм. Я помню, по-моему, или в 2015, или в 2016 году мы приходили в офис ПСРМ. У нас не было тогда возможности где-то в другом месте встречаться. И там было несколько хороших юристов от ПСРМ, Александра Денцова, несколько гражданских активистов. И мы обсуждали каждый случай, что можно сделать. И мне кажется, это были очень продуктивные встречи, потому что после них рождались и какие-то предложения по законодательству. Я помню, как было сказано, давайте их передадим в парламент. Вот я думаю, что нужно использовать лучшие стороны команд. Я буду раз за разом возвращаться к этой идее, потому что, если этого не случится, мы, к сожалению, будем на каждое строительство приходить, друг друга обвинять, терять массу времени, потому что у одних есть определенный опыт, у других есть другой опыт. И каждый будет использовать свои плюсы и минусы. Это понятно. Ну вот прозвучало предложение у Анчабана. Есть ваше желание участвовать в этом обсуждении? Нет пока ответа с правой стороны. Да, конечно, есть желание. Я думаю, что это надо делать сразу в рамках рабочей группы. Значит, есть желание вести любой формат переговоров, то ли возвращать себе назад и как-то компенсировать, то ли идти по какой-то жесткой схеме, чтобы находить все недостатки его документов и обжаловать, чтобы для него это превратилось в ад. Кто занимается юридическими вещами, тот знает, что это вполне возможно сделать. Ну, конечно, мы попадаем здесь в очень такую скользкую почву, потому что мы понимаем, кем контролируется юридическая система или судебная система. То есть понимаем, что ДПМ в этом плане гораздо больше имеет аргументов. И опять же повторяю, что если он обжаловал в первый же день, значит, он чувствует, что схема рабочая. И что, скорее всего, это решение через несколько дней утеряет свою законную силу. Поэтому, да, нужно идти на переговоры. Эти переговоры должны быть в открытом формате, возможно, при камерах. Значит, да, мы должны посмотреть, как ему досталось это здание, потому что там наверняка есть определенные схемы. Я не знаю, стоит ли признавать его собственником в этом случае, если будет заметно, что это коррупционная схема. То есть здесь, опять же, нужно понимать, как поведет себя власть. Да, как поведет себя власть, но в первую очередь, как у нас повестка дня, как мы ее складываем. Потому что я не знаю всех возможных тонкостей, как с ним работать. Фадей, вот ваш комментарий, тогда как юриста, вот какое может быть развитие событий, например, вот с этим объектом строительства. Да, я объясню с юридической точки зрения. Значит, не забываем о том, что, в принципе, приватизация данной собственности, это происходило 2014 и 2011 года. Сейчас у нас 2018 год. В случае, если пойдет кто-то по беспределу, я имею в виду, что попытается аннулировать добора, купли-продажи, что они обратятся, вот собственник Гаудямус обратится в Европейский суд по правам человека, и тогда государство попадет на денежку. Это точно. Потому что, в принципе, ИПТЕХ, это та же ситуация, там аннулировали собственность ФИЛАТа по зданию ИПТЕХ, они пошли в суд, там приватизацию было аннулировано, и ФИЛАТ обратился тогда в Европейский суд по правам человека, и вернули право собственности из-за того, что был аннулирован вот этот договор купли-продажи через три года после того, как он был заключен. Да, никто не посмотрит, что был протест. В принципе, потому что закон, в принципе, он формальный, формализирует такие отношения, и в случае, если проходит какой-то срок, это как и по уголовной ответственности, скажем, по убийству, если убиваешь, что в данном случае после прохождения 20 лет, то ты не можешь человека подтянуть к ответственности из-за того, что истекли какие-то сроки. Вот по праву собственности тоже есть какие-то сроки, после чего в принципе нельзя пытаться аннулировать такие транзакции. В таком случае уже я исхожу из того, что все-таки много-много времени истекло. Мы смотрим, что в принципе по Гаудямусу есть публичный интерес. Собственник есть, мы не можем сейчас ставить под сомнение добросовестность его, потому что через черного времени прошло. В данном случае мы исходим из интереса гражданского общества и из интереса государства, в данном случае муниципе Кишинел. Мы знаем, что Гаудямус является кинотеатром. Там есть и какой-то монумент рядышком. И в таком случае у муниципе Кишинел есть возможность начать процесс экспроприации для того, чтобы я извиняюсь, потому что это русские термины мне очень сложно, и декларировать общественную полезность на этот земельный участок и на это здание. Общественную полезность можно регламентировать для строения культурного, спортивного и социального строительства. И в таком случае если у государства муниципе Кишинел есть интерес для того, что там на самом деле был кинотеатр, в кинотеатре рядышком какие-то там игровые площадки, то это в принципе может быть аргументом для декларированной общественной полезности. В принципе, закон дает такую возможность. Сейчас Иван Чабан что сделал? Он приходит с предложением в муниципальный совет для создания комиссии. Комиссия, которая имеет возможность, она должна просмотреть, если есть общественная сформировать и сформулировать муниципальный интерес. Это не только муниципальный интерес, это еще и переформатирование общественного сознания. Потому что мы как бы переводим незаконное строительство из вопросов чисто юридических в вопросы вообще нетолерантности к незаконному строительству. Потому что основа уже будет, что эти участки будут только исходить из примарии, любое это незаконное строительство. Дальше, если вдруг появилось такое строительство с нарушениями, это только означает, что проблема в примарии. Не в том застройщике, а проблема в примарии. Это означает, что любой человек сразу может предполагать, что именно там нужно искать корень зла. А в свою очередь это означает, значит, что люди, которые увидели любой факт, как им кажется, незаконного строительства, они могут по цепочке, начиная со своей притуры, обращаться. И обязательно должна примария сказать те аргументы, почему я выдаю этот участок, в чем его общественная полезность. Вот как бы я так еще вижу это решение. И нашу роль как гражданского общества, в том числе, донести, что как у вас поменялся регламент по зеленым насаждениям, и у вас появилось больше инструментов, точно так же теперь меняется или переформатируется история со строительством. Но здесь есть и обратная сторона, что если вам дают условно права, то у вас есть и гражданские обязанности все-таки реагировать на эти факты. Я понял, в общем-то, я думаю, наши зрители тоже стало много понятно. И он, что сделал, он возбудил процесс экспроприации данного земельного участка и вот этого имущества. Завтра он предложит на муниципальный совет возбудить процесс экспроприации. Это, в принципе, сконсервирует вот это имущество и сделает возможным возврат данного земельного участка в собственность муниципе Кишинев. А по поводу как выкупить этот земельный участок, есть две формулы. Либо предлагаешь другой земельный участок и через суд можешь добиться, что утвердит именно вот этот земельный участок. Если цена того земельного участка будет чуть меньше, то, в принципе, доплачивается дополнительно денежек из муниципального совета. Но другой формулы реальной для того, чтобы заблокировать беспредел по поводу гаудямуса нету, кроме как идти по закону экспроприации для публичного интереса. Но очень важно понимая все эти накидывания, которые были за последний год, потому что я уже прям сижу и пишу список. Там Марчел Дарьи, там, не знаю, Урел Букуряну, там, скажем, Майла Гута, сейчас вот присоединился новый примар, да, чтобы, ну, то есть все обвиняли в том, что получение квартиры и так далее, и так далее. Значит, обязательно делать это через максимальные процедуры транспарентности взаимодействия с гражданским обществом. Виталий, спасибо большое за этот разговор. Будем вместе с вами следить за тем, что будет проходить на завтрашнем заседании муниципального совета. Надеюсь, это здравое, на мой взгляд, простого кишиневца предложение будет принято, ну, если не в стопроцентной форме, но, во всяком случае, максимально возможной форме для того, чтобы выработать такой алгоритм, как вот, о чем говорил Виталий, транспарентного, прозрачного и ответственного отношения к распределению земельных участков в муниципе Кишинова. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Будем следить и будем ждать вас на нашей студии. Спасибо за внимание. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был юрист Фадей Нагачевский и гражданский активист Виталий Возной. Оставайтесь с нами, будет интересно. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»